Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева. Ирина Владимировна, приветствую вас! Не успела закрыться нашумевшая выставка Михаила Нестерова, как ей на смену. В этом месяце открываются сразу три весьма необычных для такого консервативного места, как Третьяковская галерея. Это целый десант современного искусства XX века и ультрасовременного XXI. Что, шаг за шагом сбрасываем передвижников с корабля современности? Нет, конечно. Мы их всех нежно любим. Но в этом сезоне мы приняли решение, что осень такая и зима посвящаются проблемам вообще современного искусства, проблемам искусства XX века, проблемам авангарда. И всё это мы показываем на Крымском валу. Мы сосредоточили несколько проектов, которые очень разные сами по себе, но позволяют нам говорить вообще о проблемах искусства XX и теперь уже XXI века. Это такое наше концептуальное решение и принципиальное решение. И в то же время в нашем историческом, так сказать, месте, в Лаврушинском переулке, в инженерном корпусе мы тоже открываем выставки, которые носят, ну, скажем, не такой острый, может быть, и авангардный характер. Это более традиционные проекты, поэтому вот у нас такой очень насыщенный сезон первой половины года, и все выставки очень разные, и мне кажется, они все будут очень интересны. Давайте тогда шаг за шагом. Вот открылась выставка самого, скажем так, традиционного из современных художников, которые выставляются в сентябре в Третьяковской галерее. Я, конечно же, говорю об Иларионе Владимировиче Голицыне. Действительно, одно из направлений нашей выставочной деятельности – это желание наше и стремление показать творчество художников-шестидесятников. И мы, можно сказать, последовательно, поэтапно показываем творчество самых разных мастеров. И в этом ряду у нас были и живописцы, и графики, и достаточно вспомнить и выставку Жилинского, и выставку Ткачевых, и выставка Сидорова. Вот была выставка Миссерера, которая только что закрылась, и сейчас мы открыли Голицыно. Поэтому нам хотелось бы показать наше отечественное искусство в самых разных его проявлениях и брать внимание на именно это поколение художников, которое формировалось в очень такое, наверное, очень интересное время, время оттепели, в 60-е годы. Насколько они по-разному работали, насколько они по-разному отражали время, и как они по-разному продолжали свою творческую деятельность. И, конечно, для нас это всегда возможность показать те произведения, которые находятся в наших фондах. Это всегда замечательный повод показать наше собрание, поговорить о творчестве мастеров, о времени. Поэтому нам кажется, что именно эта выставка, она вполне, так сказать, вписывается в нашу программу, и будет интересно всем, кого интересует именно вот это время, начиная с 60-х годов до настоящего периода, всех, кто готов на это посмотреть. Этот год юбилейный Илариону Голицыну исполнилось бы 85 лет. И не будем забывать, что вот буквально на днях выставка, его выставка, работ завершилась в Государственном музее изобразительных искусств, у меня не Пушкина. Вот не пересекаются ли работы? Это абсолютно две различные выставки с точки зрения выставленных работ. Ну, конечно, что-то будет пересекаться, потому что работы из семьи художника, которые тоже будут представлены на выставке, что-то будет совпадать. Но, конечно, для нас очень важно было покатить свое собрание. И на самом деле юбилей, ну, в общем, такая серьезная дата для любого художника, к сожалению, он уже ушел из жизни. Но нам кажется, что мастерство и живописство, и графика, прежде всего-таки он вошел в нашу такую историю, как график. И сейчас в наше время разговор вообще о мастерстве художника, о его даже в самом замечательном смысле ремесле, он очень важен вообще для нас, для всех. Поэтому на фоне таких выставок как раз можно и говорить об этой проблеме, которая действительно становится проблемой, потому что все начинают работать в новых техниках, в новых формах, с компьютером. И вот просто ремесло и профессионализм такой вот традиционно художнический, он иногда уходит. Как он владел аксилографией, это что-то фантастическое. Конечно, на выставке это тоже все представлено. И каждый раз, когда я прохожу здесь по Никитской, мимо церкви Большого Зенсения, я вспоминаю, ну, здесь, конечно, и Пушкин венчался, но и родители Голицына венчались тоже в этой знаменитой церкви. Хорошо, следующий художник, и это середина сентября. Вот здесь абсолютное событие. Я знаю, что в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки есть дом, выкрашенный под одну из картин этого художника, о котором вы мне сейчас расскажете. Итак, это абсолютное событие. Это Пит Мондриан. Как удалось договориться? Насколько голландская сторона была готова к сотрудничеству? Тем более, что у нас сейчас перекрестный год. Голландия, Россия. Ну, нужно сказать, что любой международный проект – это всегда очень тяжелая история, и переговоры велись давно. И для нас, и для голландской стороны, было принципиально устроить эту выставку в залах на Крымском валу. И в рамках года России и Голландии это такой один из значимых и знаковых проектов. А для нас очень важно было поднять разговор о проблемах, скажем, столетней давности, как сто лет назад, художники, которые начинали вполне традиционно, укорененные в традиции искусства XIX века. Какой путь они проходили для того, чтобы создать свои собственные системы. Это важно, потому что Мондриан вообще начинал как учитель рисования. Он детишек учил, да. представление о сути художественного творчества, о формах этого творчества. Потому что начинали все традиционно, потом все традиционно проходили путь кубизма, и дальше кто-то останавливался. Мондриан был влюблен в кубизм. Да, кто-то возвращался к фигуративности, кто-то создавал свою систему. Вот если говорить о таких системах, то, конечно, это Мондриан, это Кандинский, это Малевич. И Кандинский и Малевич, их работа представлена в залах на Крымском валу. И нам хотелось вокруг этого, ну, как бы, такой разговор более серьезный, более сложный. О проблемах вообще искусства XX века, начала искусства XX века, какие параллели возникали. И не случайно в Стэдлиг-музее, вот я только что недавно там была, зал Мондриана соседствует с залом, где представлены супрематические работы Малевича. Ведь это не случайно. Значит, этот диалог, этот разговор, он действительно очень важен и нужен нам сейчас. Тем более, если вспомнить о том, что скоро, через два года, будет 100-летний юбилей Черного квадрата Малевича, и сама идея родилась, как известно, в 2013 году, то это, так сказать, вопрос очень, ну, такой, мне кажется, актуальный, который имеет смысл поднять, поговорить об этом. И, конечно, мы предполагаем не просто выставку. Мы хотели бы вокруг выставки тоже сделать культурную программу. У нас будут лекции очень интересные, поэтому для нас это тоже такое, ну, как бы, привлечение и зрителя, и разговор для людей, которые, скажем, не очень любят и не очень понимают беспредметное искусство, дать возможность, ну, лучше его узнать на, скажем, сопоставлении выставки Мондриана и его работ и нашей постоянной экспозиции. Поговорить о тех проблемах, которые были важны. И о достижениях, не только о проблемах. Конечно, нет, я имею в виду проблемы, которые волновали художников, и которые, на самом деле, определили ведь очень во многом нашу окружающую жизнь, потому что и архитектура, и дизайн, и реклама, это все идет вот оттуда. Известнейшие, конечно, и в Сен-Лоран известнейшие дизайнеры, кутюрье использовали мотивы Мондриана в своих коллекциях. Поэтому, конечно, очень многое, говорю, из того, что нас даже окружает в нашей жизни, оно имеет свои, как бы, корни в творчестве таких художников, как Мондриан. А сколько работ? Работ немного, около 40 работ. И там, как мы... В хронологическом порядке. В хронологическом порядке. Путь к абстракции. Нам важно было показать вот этот путь и поговорить об этом. Вот как это происходило. И, конечно, мы будем... Ну, у нас будут еще вокруг этого разного рода мероприятия, связанные в том числе и с творчеством, скажем, Малевич. А может быть, как раз дети оказали на него влияние? Вот начинал, как учитель рисования, а что есть более абстрактное, чем детские рисунки? Вот то, что вы говорили, проследить путь художника, почему приходит к беспредметному, к абстрактному искусству, при этом блестяще владея классической школой. Не так, что человек встает на канат, не умея по нему ходить, и падает, а сверхталантливый, одаренный циркач, блестяще владея этим искусством, делает так, что публика, замирая, открывает рот и боится, что он упадет, как бы не умея ходить. Вот и здесь, как бы не умея, блестяще владеет пластикой живописи. И термин неопластицизм как раз это то, что родилось у Пита Мондриана. И теперь, в конец сентября, совершенно неожиданное, на мой взгляд, мало сопоставимое понятие, как ультраактуальное искусство, целый десант, огромный десант талантливых художников и групп художников будет выставлено на Крымском валу. Вот что это за история, тем более связанная с трудом? Темой труда. Темой труда. Дело в том, что мы традиционно участвуем в биеннале современного искусства, готовя специальные проекты, которые проходят в наших залах. И обычно они проходят в залах постоянной экспозиции, разделы новейших течений. Поскольку этот раздел у нас такой экспериментальный, мы делаем специальную выставку, потом мы делаем новый вариант экспозиции, тем самым все время пытаясь самый разный художественный материал, современный, включить в общий контекст показы отечественного искусства. И в этот раз наши кураторы, наши сотрудники придумали такую тему, которая выглядит очень неожиданно, необычно. Но должна сказать, что все наши специальные проекты в рамках биеннала всегда выглядят неожиданно и всегда очень концептуально. И это наша принципиальная установка на это. И те возможности, которые есть у музея, мы, конечно, стараемся использовать. Поэтому в эти проекты мы совершенно сознательно и, так сказать, тоже как бы выстраивая нашу такую программу, включаем произведения, ну, скажем, традиционного советского искусства, которое, казалось бы, все знают. И, может быть, не все знают, может, кто-то про них забыл, потому что очень многое, то, что было при советской власти, вообще советское искусство долгое время, вот все вот эти 20 лет, как-то отрицалось. Сейчас к этому возник новый интерес, потому что совершенно по другим углам все начинают смотреть на произведения этих художников. И включение этих произведений, с одной стороны, говорит и о нашей коллекции, напоминает опять-таки о творчестве этих мастеров. И включая их в контекст совершенно современного такого искусства и современной концепции, делает совершенно неожиданными вот и визуальный ряд, и саму концепцию выставки. И мы очень надеемся, что это будет так неожиданно и очень интересно. Кто производил отбор вот этих участников? Это от вас зависело? Это была какая-то дискуссия? Или это делали отборщики биеннале современного искусства? Нет, мы готовим проект сами. Это наши сотрудники готовят. Мы все это обсуждаем. И предлагаем биеннале уже просто включить в программу наш специальный проект. Но это полностью выставка Третьяковской галереи. Конечно, это всегда сложно с современными художниками работать, но мне кажется, этот проект был действительно такой интересный и неожиданный. И вообще, когда я начала говорить о том, что мы всю первую половину года посвятили современному такому искусству или искусству XX века, хотелось бы сказать, что на фоне Мандриана у нас и биеннале у нас еще откроется выставка Натальи Гончаровой, что тоже добавляет разговор об авангарде. Это уже в октябре, да? В октябре, да. И дальше спецпроект Павла Корина, который будет нетрадиционным, он тоже будет концептуальным. И здесь это уже перекликается, скажем, с выставкой, которая в рамках биеннале проходит. То есть мы хотим с разных сторон подойти к проблемам искусства XX и XXI века сделать такой большой серьезный разговор на фоне наших проектов. Я с нетерпением буду ждать октября. То, что вы мне сказали про выставку Натальи Гончаровой, это, безусловно, тоже событие наряду с Питом Мандрианом. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, получается, что Третьяковская галерея просто на острие современных устремлений и интересов публики. Я вас с этим поздравляю. Спасибо. Сегодня в главной роли генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ирина Лебедева. Низкий вам поклон за то, что провели время в такой компании. Спасибо.